...попытка оршей на владение недвижимостью, то есть на всех граждан. Представьте себе, у нас граждане стоят в очередях даже к существующим нотариусам. А что будет, если всю страну поставят в очередь к статусу остальщика? Всю страну. 30 миллионов объектов недвижимости. Как вы себе это представляете? А за отсутствие данного документа будут штурмовать, как за неуплату налогов. Очень серьезная, вплоть до уголовной ответственности. Вот такая вот веселая перспектива. Как выглядят коррупционные склады, инфекционирования, за новыми цими правилами? 80% по договору они будут отчислять, что-то сверху, будут продолжать торговать местами у корыта. Если система будет развиваться, то цена места будет расти. Потом, поскольку даже морщик у нас на 45 дней, лишних, как говорится, вот этот планктон, вот этот оценочный, который они набрали, они будут отфильтровывать потихонечку. И где-то к концу февраля, началу марта, путем прекращения действия договоров лицензионных на программное обеспечение, они отфильтруют всех, кто надеялся по-быстрому срубить денег на этом деле, и оставят только свои филиалы. То есть фактически мы будем иметь по всей стране филиалы фирмы-аргументы, фирму-лифтис. Я отвечу на ваш вопрос. Я мала на вас взаимодействие не между собой в объекте, а взаимодействие с людьми. То есть, чего ведь людей будут... Вы говорите о коррупционной составляющей, а она уже есть на сегодняшний день, потому что фонд имущества сделал все, чтобы не пропустить для них чужеродных на данный рынок. Давайте посмотрим интересную схему. Сдало экзамены сегодня более тысячи человек, оценщиков. По идее, это должно было быть более тысячи предприятий. Почему? Один человек на себя регистрировал одну фирму. Директоров сдало экзамены более тысячи. А мы их имеем сегодня только 300. 700 человек, ну 600 человек получили отказы. Я рассказывала, каким образом они получили отказы. И самое важное в этом. Вы подумайте, фонд госимущества выбирает литературные произведения, как продукты интеллектуальной собственности, только у одного предприятия. Вы что думаете, не существует других объектов интеллектуальной собственности? Они же есть. А в... Я, может быть, не поняла. Я не отвечаю на вопрос. Я хотела бы, чтобы для дачи сразу делали, да? А ведь что, я как бы, какие формы, какие формы отбудутся, а полуцина складывая, их не взаимодействие... Все, отвечаю на вопрос. Налоговым оценщикам сегодня запретили указывать в счетах больше 300 гривен. Когда вы придете к налоговому оценщику, он нам скажет, мне запретили устанавливать цену выше 300 гривен. Но вот посмотрите, я же из 300 гривен должен 80% отдать дяде, плюс я должен что-то заплатить за офис, за электричество, за телефон, за интернет, и что-то кушать еще. Поэтому дайте мне, пожалуйста, еще 500 сверху. Вот так это будет выглядеть. Это будет оформлено либо как дополнительные услуги, либо просто как деньги сверху. Потому что невозможно, не может оценщик работать даром. Вы же понимаете, что 80% это всего же 100 практически. Ну там ничего не остается. Там остается только на сухарей. Ну а еще на 255 гривен дню есть рахунок. 300 гривен. Да. Ну при чем вы заплаты за этим рахунком дальше? Ну не получите ничего. Поставят в очередь. Нет, поставят в той же очереди. Или поднимут стоимость, потому что программа позволяет делать все, что угодно на самом деле. Все эти разговоры об объективной оценке, да, это разговоры в пользу бедных, потому что оценщик на самом деле может выбрать, там программа предлагает им ряд аналогов, и он может выбрать из них, такие, какие ему больше понравятся. Я, с вашего дозвола, зверну увагу, не даромаштам записывал в угоді, потому что эта угода является таймницей протягом 15 лет. Если вы разголошуете эту таймницю, то получаете штраф в 100 тысяч рублей. По поводу программы, если можно, я дополню. Когда говорили о том, что есть рекомендации не писать в счете больше 300 гривен, там же, в этих же письмах, рассылаемых новых оценщикам, было указано, что «А если у вас не получится внести информацию от заказчика в анкету программы, тогда вносите эту информацию в соответствующую анкету в формате Excel». Зачем эта программа? Неизвестна. Если то же самое можно сделать в Excel. Так вот, что касается того, как вы сказали, почему… Как клиент у себя вести. Да, а как клиент у себя вести, это само собой. Вопрос к тому, будут ли брать больше или не будут. Вполне возможно, что просто-напросто скажут «Программа не работает, приходите позже». Или кроме этих 300 гривен будут просто честно говорить, что 300 гривен — это официально, а 1000 — это неофициально. Не хотите — идите к другому. Вот и всё. Будете ходить кругами, как бы честно. А если я вам ответил, что состояние дома неудовлетворительное, то вы мне доплатите ещё 500 гривен, но вы сэкономите 2 или 3 тысяч. Понимаете? Человек, который… Можно, да? Человек, который им, грубо говоря, оценщик на данный момент… Может, вы назвали, чтобы разумеется? Назвите ещё раз. Забмин Геннадий Венеца – оценщик. Просто, чтобы вы понимали, сейчас все оценщики живут в другом законном государстве, да, и несут ответственность за то, что они пишут. Каждый оценщик здесь присутствующий, имеет небольшой стаж, в состоянии научить любого человека продать любое имущество на крещатике по этой программе за одну риму. Выход на объект, идентификация объекта и осмотр объекта, они предусмотрены новым законодательством. Понимаете? Любой из новоиспечённых оценщиков оценивает кота в мешке. Я, владея, и понимаю, для чего мне это надо, и если я, грубо говоря, понимаю, что мне надо заплатиться от нового, я всегда расскажу, что в доме у меня нет ничего, газ мне обрезали, вода у меня бежит, штукатурки у меня дома нет, и полов тоже нет. Я понимаю, что я несу за это ответственность, да, как заказчик. Это я понимаю по-новому законодательству. Просто человек этого не понимает, он понимает одно. Если ему сказали, что так можно сэкономить, вот вам коррекционная составляющая данная схема. На данный момент существует нормальная отработанная закона про оценку имущества системы. Без идентификации и осмотра объекта оценка невозможно. То есть мы обязаны сами выйти, просмотреть состояние, убедиться в качестве, сделать фотофиксацию и обязательно приложить её в свой отчёт. То есть даже через 10 лет вы откроете выход из наших отчёток и увидите там, мы там были, и вот оно было в таком и в таком состоянии. А сейчас что? Бабушка, принесите мне этот паспорт, отсканируйте его, я его отправлю в Киев, а из Киева через 2 недели мне придёт неизвестно что. Всё. Опять же, определение стоимости. Стоимость диктует рынок. Есть люди, в Киеве, в Киеве, независимые, или как я говорю, новые оценщики, они в состоянии определить. Есть рынок? Есть рынок, да, в продаже квартир, есть рынок в продаже, допустим, частных домов, и рынок семейных участков. Давайте идем на 300 километров от Киева в Гухи и всё. А там, где дома продаются по 3-4 тысячи гриллях. Это реальная цена. Они будут просто заколочены и заброшены, потому что никто не захочет плохить налога больше, чем стоит данный объект. Вот к этому мы придём. А мы придём однозначно, потому что там нет рынка. Те люди и оценщики, которые находятся на местах, они в любом случае владеют рынком. И владеют рынком намного лучше, чем институт оценки, созданный в прошлом году и просуществовавший на рынке один год. Понимаете? База оценки, рынки, сделки. Они все хранятся у нас у всех, мы все знаем. Не институт оценки, а названный институт оценки. Да-да-да, названный институт оценки по существованию ровно один год. И у учредителя один человек. Понимаете, вот вам коррупционная составляющая. Я хотел маленькую добавить ещё ремарку. Все субъекты оценочной деятельности по направлению 3 имеют уставный фунт 1 тысячу гривен, где взносно-уставный фунт есть. Стол письменный, один субъект оценочной деятельности. Следующий берёшь. Четыре стула, дальше. Ещё какие-то документы, бумаги, и тому подобное. Какой компьютер хочешь есть? Какой компьютер хочешь есть? Понимаете, что делать? То есть вопрос, который поднимается, я ещё хотел бы акцентировать внимание журналистов. Оценочное сообщество, всё, которое работает и работало на рынке, является гражданами нашей страны. Все оценщики хотят, чтобы наша страна развивалась и жила в рыночной экономике. Потому что специальность оценки – это специальность рыночная, однозначно. А как следствие, только рыночная экономика, в данном случае мы понимаем, имеет тенденцию падения, развития, но она движется, рынок диктует на всё. Безусловно, все оценщики заинтересованы, чтобы капитализация страны или стоимость активов была отображена по реальной стоимости. Чтобы налоги поступали нормально, чтобы налоги поступали с правильной стоимостью, налоги должны быть социальными и уплачиваться населением адекватно и восприимчиво. Для этого надо работать. То, что сейчас происходит, не проблема в оценщиках 9 тысяч, хотя и в ней тоже большая, потому что 9 тысяч человек, оценщиков 7 по 3-4 человека умножаем, и далее 45 на 50 тысяч человек, если что, с рынка уходят с миссии, идут в никуда, на биржу труда. Вопрос другого варианта. Куда мы движемся с точки зрения идеологии развития страны? Первое. Какие коррупционные схемы у нас отрождаются и кем? Второе. Третье. Какой ущерб государству сейчас будет нанесен? Сложно посчитать огромнейший. Четвертое. Полная социальная несправедливость и невозможность себя защитить в данном случае. И самый последний аспект, господа, информация о ваших, о вас, будет у частных фирм, где написано, что вы, вот он отчет, пример отчета, два листочка и ангета на три листа, что вы полностью все свои данные им передаете о себе. А вас будут иметь всю информацию, будут знать, как вам поступить, частный фирм. Информация, выходящая даже в общий реестр в фондах, не защищена. И мы столкнемся с тем, что столкнулся Минюст. То есть фактически базу можно сломать и знать обо всех гражданах, где это видно. Дякую, шаново, коллеги. Я звертаю вашу увагу, что заседание Пресс-клуба независимодия Пресс-клуба и спилки журналистов Украины уже тревает полтора часа. Нам подали очень интересную информацию, очень интересную информацию, потому что мы можем стать заручниками целей, с кем и станем, очевидно, очень похожи на это. Но я думаю, что пора заработать, потому что если у кого-то есть еще какие-то чуточные вопросы, особенно для журналистов, обратимся, а может кто-то хочет дать какую-то новую оценку, а может кто-то оппоновать, то, пожалуйста, прошу вас, кто хочет. Мы неоднократно обсуждали в экспертной среде проблему налогообложения, оценки для налогообложения. Большинство экспертов сходятся к тому, что нужно прекращать изобретать вот эти коррупционные велосипеды. Нужно взять на вооружение опыт западных стран, США, Европы, провести катастрофу оценку всей недвижимости и на этой базе рассчитывать все налоги. Что касается дохода, то вот совершенно правильно говорил Алексей Дмитриевич, нужно исходить из рыночной стоимости, но облагать не весь оборот от продажи, а также, опять же, как действуют все развитые страны, облагать именно доход, разницу между ценой покупки квартиры и ценой последующей ее перепродажи. Дякую еще раз буквально развитие чая. Сергей Сергеевич по агентству «Нюш-4 Юлия». Хочу поблагодарить организаторов, во-первых, а во-вторых, коллегам-журналистам предложить это один из немногих случаев, когда мы можем реально помочь обществу. То есть, когда от общего переходить к частному. Коррупция боится света. Вот если брать, например, по имену, например, взяли Байкетского и долгить журналистскими расследованиями, пускай даст интервью, расскажут, как будущий председатель общественной организации создался предприемство объединенных громадян, частный институт, и каким способом начали они руководить этими процессами и проводить хотя бы минимальный ликбез для общества. Потому что одно дело вы здесь рассказали нам, а пока общество этого не поймет и журналисты не выступят как ретрансляторы вот этой беспокойности, то грошь нам всем цена. Правильно, абсолютно. Вы прямо перехопили мои думки. Я хотел сказать, что наш приклад свидетельствует при том, что когда журналисты приходят до Верховной Ради и говорят «Ні, законно про наклад, так званого, которые, вы понимаете, как раз в жухне відбывались таки заходы, влада выступает. Когда этого года журналисты приходят до Министерства внутренних справ и говорят «Досить нас бити и порушить справу за 171-ю статью, влада выступает с журналистами. Но это касается каждого из нас. Я думаю, что все граждане должны прийти до Кабинета Министров Азарова или Фонда Держмайна и выступить с протестами. И еще есть желание высловить из наших гостей? Нет. Если вы вдруг задумывались вопросы, то я думаю, что наши гости на учасники заседания дадут задовольный ответы каждому конкретно эксклюзивные какие-то вещи. А я оголошу черговое заседание пресс-клуба независимой медиапровод спилки и спилки журналистов Украины за участок и за поддержку спільного бачения завершенным. Дякую вам всем за увагу. И у нас традиционно происходит. Мы фотографируемся все разом на прощание. Я сейчас попрошу вас не расходьтесь, приедайте к Педагогу сюда, пожалуйста, я сейчас попрошу Оксана, она нас фотографирует, и мы в интернете, на фейсбуке выставим фотографии на память.